Ну что, начнем. Скажите, пожалуйста, вообще Черное и Азовское море. Почему они едут на Черное, почему на Азовское? Какая разница? Ну, Азовское море, оно все-таки, надо понимать, оно меньше, оно мельче, оно более соленое. Там, конечно, волны меньше, поэтому, наверное, некоторые предпочитают с детьми ездить туда. Но оно не такое чистое, если честно. Поэтому все-таки мы думаем, что на Азовское море есть смысл ездить либо тем, кто хочет, ну, так уже бюджетно совсем отдохнуть, потому что отдых там дешевле, чем на Черном море. Либо же те, кто проживает в соседних областях. Это Донецкая, Запорожская, Днепропетровская область. То есть им буквально пару часов, и они как бы уже на море. Но и Черное море, оно холоднейше, неблагодаря. Да, да. Черное море холоднее, поэтому... То есть деткам краще ехать на Азовское. Ну, Черное море, если ехать где-то там июль, август, то, в принципе, Черное море, тем более вот это, при Черном море, оно довольно теплое уже и для детей комфортно. Юль, а могу я спросить, вы из какого города сами вообще роды? Из Киева. Из Киева. А ты из Луцка. И вот сидят Лучанка и Киевлянка и вообще нифига не понимают, как человек, который из Запорожья, говорю. Вот у нас когда я спрашиваю, на Азовское или на Черное? На Азовское? Не, не, на Азовское рядом, понимаешь? А у вас моря. Давайте мы сейчас разом с вами краще складемо топ-5 найкращих мест, так? Куда краще поїти, поїхать, відпочивати, так? Оскільки зараз все планують відпочинок и хочуть, выбирають місця, давайте мы визначимо їх, а Егор нам допоможе, так, и покажет, де ці місця. Давайте по Азовскому вернемся. Где хорошо? Кирилловка, Бердянск, Переморск. Что же, рассказывайте, интересно же. Азовское. Азовское, да. Что в Азовском? Ничего так можно поїхать. Если Азовское, то, наверное, стоит отметить Бердянск. Бердянск. Это такой крупный город, но обладает хорошим пляжем. Длинным довольно, песчаным, хороший пологий вход в воду, то, что нравится детям. И сам город по себе интересный. Вот они взяли такую фишку, как сейчас в Киеве, делать современные такие скульптуры, памятники какие-то вот такие интересные. Там есть памятник жабе, памятник бычку-кормильцу, рыбке, памятник сантехнику, который там из люка вылазит с пола. Ну, то есть такие довольно интересные достопримечательности, плюс аквапарки, всякие лунопарки. Поэтому детям очень хороший курорт. Если еще говорить про Азовское море, это Кирилловка. Кирилловка. Да, Кирилловка. Это Запорожская Ибица. Кто-то и так называет. Это действительно молодежный курорт. Сейчас активно развивается. Точно так же там есть все условия для хорошего такого отдыха. И на Федотовой косе находится одна из лучших школ виндсерфинга в Украине. Ну, они так себя позиционируют. Ничего себе. Я об этом не знаю. Для молодец это будет уже классное. То есть там для активного вот как раз такого кайтсерфинг, виндсерфинг очень интересно будет. Так, далее еще у нас, далее. Ну, дальше, наверное, нельзя не упомянуть, ну, уже перейти к Черному морю, нельзя не упомянуть Одессу. Ну, Одесса, да, жемчужина у моря. Да, Одесса, она, конечно, подходит, я думаю, идеально для любых. И для детей, для взрослых, для молодежи. Но в первую очередь, конечно, хотелось бы выделить то, что это просто клубная мекка, наверное, Украины, да. То есть на пляже Аркадия там находится, я считаю, лучший клуб Украины, да. То есть поэтому я сама стараюсь туда ездить каждый год отдыхать, поэтому действительно место хорошее. Ну, и для всех остальных, то есть экскурсии, посещение катакомб, отличный климат, действительно очень мягкий, да, поэтому он подходит как бы для совершенно... Для семей, для детей, для всех. И, ну, пляжи Одессы, они, конечно, далеко не лучше, поэтому лучше либо выезжать за город, либо все-таки на пляже ездить куда-то подальше, а в Одессе больше проводить время вот уже так, или экскурсии, или там отдых. У отмечающего, у доски есть вопрос. Пока что Бердянск, Кирилловка и Одесса такие самые известные. А что-нибудь из того, чего люди как бы не так на слуху? То, что приятно, интересно, может быть, выгодно, но никто об этом не знает. Да, если говорить про Одессу, Одесскую область, то, конечно же, ну, надо упомянуть Затоку. Это, в принципе, известное место, оно довольно раскручено, но это хорошая альтернатива тоже Одессе, потому что там все-таки людей поменьше, пляжи побольше, получше, да, и почище. И все, тем не менее, там созданы все условия для такого хорошего, качественного отдыха, более ориентировано, наверное, на семьи. Семьи с детьми, потому что там тоже есть аквапарки, лунопарки, разные аттракционы. Ну, так же само молодежи там будет не скучно, потому что там много баров, кафе, ресторанов, клубов. Если говорить так же Затоку, да, все как бы думают, или Одесса, или Затоку, все, вариантов нет. Да, не зря. Ну, эти новополитика плюс, я думаю, что там набагато все дешево. В Затоке, да, но есть еще очень неплохие курорты, это такая, как Сергеевка, Грибовка. Вот тут подсказывайте, Грибовка, это где-то около Одессы, я знаю, да? Да, это все, все рядышком с Одессой. А, Сергеевку вижу. Там буквально оно до, да, там, до 50 километров. Ну, скидет, например, как можно видеться, вид пучинок, например, в Сергеевке. Ну, если так, мы ориентируемся посуточно, да, если Одесса, это, наверное, что-то около 400 гривен за сутки за номер, да, просто вот на двоих, то в Сергеевке, Грибовке можно говорить о 200 гривенах за номер. Отлично, одеться. Поэтому те, кто, ну, то есть экономия ощутимая. А я нагадаю всем, что мы сейчас говорим о том, куда лучше поехать на отпочинок в литку, в Украине. Если сейчас просто в Крым 95% мы знаем, что отказываются от поездки, в связи с всеми подъемами, которые происходят. И что у нас еще есть? Пятая, так? Ну, есть еще несколько. Давайте еще, давайте еще. Давайте еще, давайте еще. Я могу назвать, то есть это еще тоже Черное море, раз уж мы вернулись, это Ильичовск. Так. Ильичовск довольно-таки молодой курорт сравнительно, привлекателен тоже для молодежи, потому что они стараются делать ставку вот на волейбол, пляжный, футбол, вот что-то такое, потому что пляж широкий, песчаный и позволяет вот такой размах сделать, разные водные аттракционы. И сам город симпатичный очень. То есть сам город славится тем, что там очень много фонтанов, очень много таких каких-то парков приморских. И в связи с этим молодежь, ну, как бы нравится ездить. Есть вопрос. Мы всю Одесскую область, до Запорожскую переполосовали, а Николаевская, Херсонская, Донецкая область, что там есть? Сейчас еще вернемся. Давайте, расскажите мне, что есть в Николаевской области? Куда ехать в Николаевской области? Есть, ну, Коблево. Коблево, это, да, фактически граница Одесской с Николаевской, но больше относится, конечно, к Николаевской области. Коблево больше подходит для семейного отдыха, для, наверное, взрослых, в основном, наверное, из-за того, что винный завод коблевский довольно знаменитый. Там один из наибольших аквапарков. Да, да, Коблево открылся недавно сравнительно. Новый аквапарк, который является действительно одним из самых крупных аквапарков этого региона, так точно. Поэтому мы считаем, что Коблево вот хорошо будет для... Як там Тины? Ну, естественно, Коблево уже идет такой более раскрученный, то есть цены там на уровне Одессы, но, естественно, дешевле. То есть в любом случае будет дешевле, чем Одесса. Поэтому выбирать. Дальше Херсонская у нас область. Что там? Область, ну, это такой, если брать самый интересный курорт, это, наверное, Железный порт. Даже так? Я думал, Скадовск. А Железный порт? А где он? Я не знаю, честно. Рядом со Скадовском. Там все рядом. Херсон, смотрите, Скадовск, Лазурное, Железный порт. А, Лазурное, вижу, да. Вот там рядышком. Вижу, вижу. Железный порт, его прелесть в том, что это экологический курорт. То есть мы его рекомендуем людям, которые хотят там здоровье поправить, или там с детками отдохнуть. Потому что там рядом Черноморский заповедник находится, который из-за этого очень хороший климат, очень хороший чистый воздух, море чистое. И там есть целебные источники. То есть можно пойти в купальнях этих, оздоровиться. Ну, естественно, Скадовск и Лазурное, это рядышком. Сколько поездочка в Лазурное, в Скадовск? Ну, там порядок цен, где-то такой же идет в районе 200 гривен сейчас за номер. Это простенький, это без излишеств. А в самый солнцепек, в самый пик? В самый пик, я думаю, поднимется, да, где-то там раза в полтора. Раза в полтора. Хорошо, дальше, что еще есть? В Донецкой области хоть что-нибудь есть? В Донецкой области. Я вижу, здесь на карте написано Ялта. Я думал, мне сначала чудес. Можно поехать в Ялту. Можно поехать в Ялту в Одесской области. Они молодые, только-только развиваются. Основная прелесть в том, что они малоизвестны. И поэтому, ну, не считая громкого названия. Поэтому очень удачный выбор для тех, кто не хочет оказаться там в шумной толпе и бороться за лежак на пляже. Ну, давайте визначим, все-таки, еще раз повториму, цих найкращих пять мест, куда действительно можно поехать влитку, відпочиваться в Украине до моря. Егор, то пять. Значит, если Азовское море, у нас есть Ялта, Бердянск, Кирилловка, я от себя добавлю Генический, если вы не против, там лечебные ванны все-таки есть. И Приморск еще туда влеплю, потому что тоже, это чтобы было пять, если вы не против, конечно. Это те места, в которых, по крайней мере, был я. Дальше, по Черному морю. У нас Железный порт, да, мы говорили. Дальше, здесь мы что-то... Коблево. Коблево, сама Одесса, Ильичовск, Затока и... И что там еще было? Заток, Сергеевка, наверное. Сергеевка, точно. И Грибовка, да. Все, все перевертаю Егор. А я нагадаю, что мы говорили сегодня про то, куда лучше поехать, відпочиваться до моря в Украине, если в Крим не выйдет поехать, в связи с сложной ситуацией. Это была Юлия Исаакина, очень вам дякую за информацию. Спасибо, что сегодня у тебя проведете. Скористаемся все и поедемо туда, отдохнувать.